Всем привет, с вами Олег с канала Березлаб. Сегодня мы говорим о каналах и землетрясениях, начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. В общем-то, видно активность вот сюда, направленная где-то в сторону 6 часов. Да, видно. Ну и небольшие активности в районе 2 часов, в районе 10 часов. Такие довольно-таки мелкие. Давайте посмотрим, что показывает нам прибор. Показывает максимальная цель 4.8, сегодня цель 1.6, тут, кстати, 31.51, зона ответственна за это. Ну так, все упустилось в зеленую зону, но вероятность пока Ц класса 55%, ФМ класса 10%, Х класса 1%. Давайте посмотрим, судя по всему, здесь пока 3 активные зоны, да, 31.47, отворачивается уже 31.49. И вот такая молодая играющая энергия зона, как раз она вот сейчас приступает смотреть в сторону нашей планеты. Плюс вот здесь на 10 часах видно структуры и на 8 часах, но пока без пятен. Давайте в другом диапазоне посмотрим. Хотя, мне кажется, вот если сейчас глянуть немножко в другом диапазоне, то можно увидеть, что здесь, в общем-то, такая, судя по всему, готовится быть довольно-таки мощная активная зона. Здесь протрубираем, мы видим, ну да, вот это вот сейчас 31.51 на нас смотрит, ну и может 31.49 что-то там сыграет. Так, ну давайте посмотрим статистику, у нас всего три активные зоны, да, в них у нас получается 22 пятна, в этих активных зонах. Кстати, вот видно, что 31.49 вернулась в зеленое состояние свое. Давайте еще на дыры посмотрим. Дыра у нас здесь по центру, кстати, вот здесь зарождается, но она не успеет разродиться. А вот здесь в северном полушарии может успеть образоваться такая дыра. Ну что, давай теперь перейдем к нашей планете, посмотрим геомагнитную обстановку. Она, кстати, стремится к нулю. Видите, тут даже был показатель ноль, но так в основном сейчас единица вот так с минусом, то есть совсем не бодро. И прогноз тоже такой довольно-таки стандартный, в районе двоечки с плюсом-минусом. Давайте перейдем к вулканам. У нас 50 вулканов извергается при норме 40, то есть вы видите, как существенно выше нормы. Значит, там пишут о чем? О Сангай, вулкан, 7 километров над уровнем моря. Это в Аквадоре довольно-таки такое мощное извержение. Потом Фуэга, Гватемала. Вот он находится здесь, в Гватемале. Там 4500-4700 метров. Ну и Мерапи, на Яве, там тоже продолжаются извержения. Вот он, Мерапи. И, в общем-то, там камнепады происходили. Высокий уровень там и потоки лавы вниз, то есть давненькие воды. Так, ну давай теперь перейдем к сейсмичности. За неделю мы видим у нас 65 землетрясений, магнитуды 4,9 и выше. Ну то, что я вчера говорил, немножко подбросит за вчерашний день. Очень был бодрый день. Ну и сегодня тоже он довольно бодрый. Почему? Потому что мы видим, вот 6,1 произошло в городе... Так, вот давайте почитаем Алиину Сулеймесу. Вот она пишет, она стряханула ночью. Дюзджа, город Дюзджа. Вот как правильно его читать. И в Стамбуле трясло. Не сильно чувствую стройку, но затяжка. Затяжно. В Дюзджа люди на улице уже второй час. У них раньше была семерка. Осадочек остался, люди боятся. У меня муж из Дюзджа, родственники завалили звонками. Да, там и автошок был, 4,9 об этом сообщали. Но давайте почитаем, почему люди это боятся. В чем проблема? Проблема в том, что в 1999 году в Дюзджа произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2. И в результате этого землетрясения погибли 845 человек. А перед этим было еще землетрясение в городе Измит, 100 километров к западу. В результате которого погибло аж 17 тысяч человек. И поэтому можно понять, что такое старшее поколение, оно скорее всего говорит молодежи, что надо опасаться. И это имеет под собой почву. Но что мы для себя отметим, мы видим четко волны. То есть сейчас идет на волне, сейчас землетрясений очень много. И еще что отметим, то что вчера, когда был разбор, если вы провернете видео вчерашнее, вы увидите, что там была тишина в Турции. Была тишина необычная. То есть штиль стоял. Вот такие вот интересные наблюдения. И вот на северо-западе Мексики тоже мы видим 6,2 на глубине 10 километров. Ну, также здесь в горячем поясе у нас на западе Тихого океана. В Чиле у нас активность на сэндвичах. Ну, давайте перейдем к более подробному разбору. За последние сутки у нас 156 землетрясений. Мы где-то туда 2 и выше. Ну, не так, что много, чуть выше норм вышло. Но как-то, мне кажется, это немножко занижено. Ну, давайте разбирать по факту. Две тройки у нас в Южной Исландии. Три двоечки там. Так-то Северная Атлантика молчит. Гибралтар молчит. Вот 3,6 здесь автошоки на севере. А вот южнее Сицилии, у Мальты здесь 4,6 на глубине 10 километров. 3,0 у Крита, 2,8. 3,4 в Игейском море, 2,7. В Иоанническом 2,7. То есть, Мира 3,1. Ну, теперь давайте смотреть, где произошло в Турции. Вот Стамбул находится, вот Мраморное море. А это получается от 200 километров где-то к востоку. Вот. И что мы имеем здесь, согласно этой версии? 6,1 на глубине 10 километров. Ну, видно, что прямо рядом с городом. Прямо рядом. И еще обратите внимание, море совсем недалеко. В 20 километрах к северу всего. То есть, совсем близко к морю. 4,5 на глубине Черное море. 4,5 на глубине 10 километров. Ну, где-то я видел 4,7. И плюс там 2 тройки и 1 двоечка. Ну, такие вот у нас дела сегодня происходят. Так, Сергей Путин пишет. Благодарю за ответ. Интересная версия. Спасибо вам за то, что задаете вопросы. Вова пишет. Спасибо за обзоры. Благодарю вас. Участвуйте в обсуждении. Так, вот Алексей Покровский пишет. Интересный комментарий. Алекс, спасибо. Почему-то четверки в последнее время не удивляют. Так как стало много пятерок. Как-то резко выросла активность в районе Дакламакана. Вам не кажется? Не готовится ли там большой бум? Вся круга в напряжении. Явно что-то там заряжается по полной. Если аугнется, то по всему континенту хватит головной боли. А ведь в прошлом году, тоже под зановость года, активность возросла по всей планете. Только в этом году это все прогрессирует к увеличению амплитуд. Так ведь? Да. То есть, вот это даже есть в сейсмологии понятие такое предрождественский рост активности. То есть, здесь Рождество идет не православное, а католическое Рождество. И, в общем-то, не каждый год, но в целом, если взять по годам, то можно увидеть такую тенденцию. Хотя бы взять вот этот цунами, который произошел в 2004 году. Тоже под Рождество. Республика Дагестан 3,1 на глубине 5 километров, 2,7 на востоке Турции. Ну, вот у нас Иран еще молчает. Еще Иран не сказал свое слово. Давайте Индия 3,6-5 километров прямо у Мумбаи. Там, кстати, возможно крупное землетрясение. Представьте, что будет там. Мумбаи из чего там строят и сколько там людей. 3,8 на глубине 10 километров на востоке Индии. Ну, вот, Алексей, вы правы. Видно Афганистан 4,2-102 километра. И вот у нас север Афганистана 5,6. Но здесь не указано. Глубина 3,5. Вот тоже не указано. Глубина 2,3. Вот у нас Монголия 10 километров. Глубина 3,4 там же. Затем у нас 3,5 Красноярский край на глубине 5 километров. 3,1 Хакасии на глубине 10 километров. И еще двоечку Новокузнецка. Ну, смотрите, опять в Иркутской области у нас землетрясение 3,8. Но здесь не указана глубина. Надо перепроверить. Так, Оливудские острова 2,7. 4,5 Камчатский край. Глубина 41 километр. Вулкан какой-то здесь. 3,8 Япония. 4,6 на юг от Японии. 2,24 километра от Японии. Япония хорошо определяет землетрясение. Глубину их, залегание. Здесь троечки тоже. 3,7 в Центральных Филиппинах. 4,2 на Южных Филиппинах. 180 километров. 4,7, 91 километр глубина. Так, ну здесь что-то как-то притихло. Суматра 3,1. 4,2 юга Ява. Глубина 10 километров. На север 3,9 и 3,2. На востоке 3,5 и 4,1 на глубине 10 километров. 3,4 на глубине 12 километров. У нас у Вулкана Гунг. 3,0 у острова Флореса. 3,0 Сумба. Вот здесь две тройки на Тиморе. 2,8. Там Сулавеси две тройки, две двойки. На Южных Сулавеси 2,7. У Тернато здесь две тройки. 2,8. Вот здесь четверки. Смотрим. 4,4,10 километров. 3,8 на глубине 103 километра. 3,7 на глубине 99 километров у Амбона. И 5,1 на глубине 70 километров. Здесь вулкан Манук. Запад Папуа двоечка. Но так Папуа как-то вся в затишье какой-то. Зато Австралия. Запад опять дает 4,05 километров. Эти дня не проходят. Чтобы мы не отметили Австралию. Ну что, это автошоки. 5,2 на Соломона. Глубина 10 километров. Вулкан. Все это Галлегу. 4,9-12 километров. Там же и 4,9-29 километров. Вот такая серия у нас идет на юг. Да, кстати, пропустил Матвей Кузнецов про Байкал. Просто Байкал много кто обижает. Поэтому хочу, чтобы к нему поменьше людей приближалось. Пусть приближаются только те, кто умеет с природой в гармонии жить. Ну, да, такое, наверное, пожелание имеет место быть. Но здесь вопрос воспитания. 5,2 на глубине 10 километров у Кермандека. 5,2 на глубине 10 километров чуть западнее. Здесь Вулкан Кертис Айленд. И, смотрите, 3 по 4,9. 4,9-14 километров. Там 4,9-10 и 4,9-10. Вот Кертис Айленд. Так, две тройки на северном острове. Три тройки на южном острове Новой Зеландии. Смотрим. Вот, смотрите, тут в центре самом Индийского океана. 4,9 на глубине 10 километров. Канада. Смотрите, разродилась как Канада сегодня. Тоже необычно. 3,0 на глубине 2 километра. Рядом с Виннипегом. Ну, не совсем рядом. 400 километров. 2,7-2 километра. 4,1 Канада. Опять же, на глубине 5 километров. Здесь какие-то ближайшие города дают просто 600 километров. Ну, вот Гран-де-Преити или Прейри или Форт Макмурри или Эдмонтон. Один из трех городов бы дали. А здесь, получается, Тандер-Бэй. Тандер-Бэй ближайший, да? Но юг Аляски у нас тоже 4,1 на глубине 37,5 километров. Плюс две двоечки там здесь на юго-западе. 3,1 и еще три двоечки. Там в регионе двоечка на Гавайях. Давайте смотреть США. Здесь Utah, Salt Lake City двоечка. Неваде две двоечки. 3,5 тоже в Неваде. Две двоечки в Нью-Мексико. И 3,6 тоже в Нью-Мексико. Ну вот здесь у нас довольно-таки большое количество автошоков. Смотрите, давайте заценим. Ух, это вот их целый рой. Смотрите, 6,2 на глубине 10 километров. Это основное землетрясение. Плюс здесь же произошло у нас... Так, это 3 плюс 3. 6 четверок. Максимально 4,5 на глубине 10 километров. Кстати, что пишут? Сан-Квинтин. Вулкан Сан-Квинтин. Не было у нас Сан-Квинтина вообще. Но вся вот эта вот зона, это все сплошные вулканы. Весь вот этот полуостров, это сплошные вулканы. Там ряд. И вот эти острова тоже вулканические. То есть там вулкан на вулкане и с вулканом там играется. 4,2,5 километров. Вот здесь Северная Мексика. 4,0 на глубине 3 километра по Рикутин вулкан. 4,2 вот здесь в океане на глубине 16 километров. Ну и континентальная Мексика. 4,0,140. 4,2,159. 4,4 вот в Ватамале на глубине 218 километров. 4,1 в Ватамале рядом с Сальвадором. Здесь вулкан Тикуамбура. Ну это был Тикуамбура. Сальвадор 3,9 на глубине 35 километров. Вулкан Сан-Сальвадор. В Никарагуа 3,3. 3,1 в Коста-Рике. У Порт-Рико 3,5. У 3,7 в Виргинские острова. И 4,0 Антигуа и Барбуда. Но немножко восточнее. Кариб. Ну вот в океане где-то. Перу на севере 4,0 38 километров. У Титикаки здесь 4,5 220 километров. 37 километров. Так. 3,6 вот здесь Чили. Ну давайте посчитаем сразу. 4 тройки у нас. 5 двоечек со стороны Чили. Со стороны Аргентины. 2 тройки, 2 двойки. И вот 4,5 юг Боливии. На глубине аж 532 километра. Вот здесь находится. Это глубинная часть фасетки. 3 тройки вокруг Ла Риохи. И вот у Ла Сирена у нас 2 тройки. 2 двоечка. Вольп Раиса 4,0. Давайте глубину посмотрим. 43 километра. Дальше к Сантьяго ближе отнесли. Плюс 2 троечки на север. И 5,0 на юг от Сантьяго. Глубина 82 километра. Вот так вот. Давайте посмотрим, что на сэндвичах у нас произошло. 5,4 142 километра. И 5,1 35 километров. Вулкан Туле Айленс. Ну что, можно подводить итоги. Активность высокая. Но вот эта цифра 156 за сутки. Ну, вообще никак. Совсем не подходит. Да, согласитесь. То есть, даже вот за неделю мы видим, что выше нормы. Ну, конечно, вот смотрим здесь регион Турции. Ну, и Алексей прав. Вот здесь вот запад Китая, Средняя Азия. Вот этот регион Индии даже можно сюда подтянуть. Тоже вызывает опасения. Ну, и, конечно, вот эта вот энергия, идущая в сторону Новой Зеландии, заставляет задуматься так же, как и Чили. Ну, а с вами был Алекс Канаберилабж. Отличное упражение.